У многих студентов из разных стран мира есть что-то общее. Они все понимают, что такое студенческий дух, что значит гордиться своим учебным заведением, принимать участие во всевозможных соревнованиях и конкурсах и болеть за свою университетскую команду. И сегодня в нашей передаче мы сравним, как американские и российские студенты защищают честь своих вузов. Для того, чтобы ощутить дух студенчества, в Америке нет лучшего места, чем футбольное поле или баскетбольный стадион. Американские колледжи и университеты отличаются от вузов других стран количеством факультативных спортивных программ и очень серьезным отношением к ним. Университетский спорт в Америке, особенно американский футбол и баскетбол, это целые индустрии, зарабатывающие миллиарды долларов в год. Фактически невозможно найти студента, который не знал бы названий спортивных команд своего вуза. Результаты межуниверситетских спортивных игр часто становятся заголовками местных газет, а одежда с эмблемами и логотипами вузовских спортивных команд часто встречаются не только на территории учебных заведений, но и на улицах города. Быть частью спортивной команды своего колледжа очень престижно и почетно. Это дает студенту возможность получить особую атлетическую стипендию, путешествовать по миру и часто ведет не только к спортивной, но и к профессиональной карьере. Горячо болея за свою команду, студенты проявляют уважение и приверженность к своему учебному заведению. И никто не делает этого лучше, чем группа поддержки. В чейрлидинге мы ищем студентов, которые преданы команде, полны энтузиазма, живые, яркие, энергичные и могут поддерживать свою команду на каждой игре сезона. Долгое время чейрлидинг был сугубо американским феноменом. На удивление, первым чейрлидером была не девушка, а парень по имени Джонни Кемпбелл, студент медицинского факультета Государственного университета штата Миннесота. В 1898 году, во время сезона американского футбола, Джонни встал перед толпой фанатов и помог им прокричать первую в истории кричалку. Вскоре после этого была организована первая группа поддержки, которая состояла из шести молодых парней. И на протяжении последующих 20 лет чейрлидинг был сугубо мужским занятием. Только в 20-е годы девушки постепенно начали принимать участие в группах поддержки. И сейчас, спустя без малого 100 лет, девчонки полностью вытеснили ребят из этого вида спорта. Но для того, чтобы быть хорошими чейрлидерами, им приходится проявлять не только женские качества. Нужно иметь очень сильную верхнюю часть тела, потому что мы делаем различные трюки, прыжки, поднимаем людей в воздух. Также мы должны быть гибкими, сильными и упорными. Главное – это выносливость, потому что мы очень много работаем и не можем позволить себе расслабиться. Спортивные игры в колледже длятся около двух с половиной часов, и зрители сразу замечают, когда ты устал и потерял энтузиазм. Именно тогда, когда девушки теряют силы, им нужно быть еще более бдительными. Несмотря на распространенное мнение о том, что чейрлидинг – это всего лишь танец, на самом деле этот вид спорта по количеству полученных травм недавно был признан самым опасным после американского футбола. У меня было очень много травм. Я ломала запястья, ступни, получала трещины ног, вывихи плечей, поэтому для меня самое главное – это безопасность и возможность доверять друг другу. Еще один стереотип, постоянно раздуваемый голливудскими фильмами, это миф о том, что чейрлидеры – это самые популярные девушки в округе, с которыми хотят встречаться абсолютно все парни. Но на самом деле мнения на этот счет часто расходятся. Тебе точно уделяют больше внимания, когда ты говоришь, что ты чейрлидер. Просто это очень популярно здесь и всегда служит тебе большим плюсом. Я не могу даже ничего об этом сказать, потому что это совершенно не обо мне. Я никогда не была одной из тех девчонок, которые только бегают и кричат «О боже, я чейрлидер, все любите меня!» Я всегда была из тихих в нашей группе поддержки, поэтому это очень индивидуально. Из моего опыта я могу сказать, что мы никогда не были самыми популярными девушками. Мы обычные студентки, и мы все очень разные. Одни девчонки, ну просто очень умные. Другие серьезно увлекаются спортом. Просто все разные. Как и в других видах спорта, серьезное отношение к чейрлидингу открывает перед студентами возможность путешествовать, получить особую стипендию и даже сделать профессиональную карьеру тренера. Я выросла недалеко отсюда. Сначала попала в группу поддержки в школе, потом пришла в этот колледж и стала чейрлидером здесь. Специальная стипендия для чейрлидеров помогла мне оплатить образование педагога. Я начала преподавать в школе и параллельно выступала в группе поддержки в профессиональном футболе. А потом вернулась в свой колледж уже в роли тренера. Теперь стараюсь вдохновлять молодых спортсменок и поддерживать в них студенческий дух. Но даже если чейрлидинг не превратится в профессию, все равно время, проведенное на тренировках, не пропадает зря. Вы выигрываете сразу в нескольких аспектах. Во-первых, вы занимаетесь спортом и поддерживаете себя в форме. Во-вторых, заводите очень много друзей, постоянно общаясь с новыми людьми. И кроме того, это просто очень весело. Я настоящий фанат американского футбола. Обожаю его с детства. И для меня сама возможность находиться на поле и получать такой же адреналин, который получают игроки, просто лучше всего. А теперь давайте отправимся на другую сторону земного шара и посмотрим, как российские студенты защищают честь своих вузов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok